Супермаркетом ярмарка торжество устроить просто. Овощи и фрукты, колбасы, молочные продукты, товары собственного производства, салаты, горячие блюда, ароматная выпечка. Достойное качество по доступной цене. Приходите и убедитесь. Город Великий Устик, улица Глединская, 61. Сотрудники Центра помощи бездомным животным «Доброе сердце» замечают, что количество гостей постепенно начинает расти. Закончилось лето, а с ним отпуск, каникулы, дачные работы тоже подходят к концу. И у друзей-пушистиков появилось время, желание посетить приют. Все чаще стали поступать звонки с вопросом, чем можно вам помочь, что принести для питомцев. Мы всегда говорим, что прежде всего себя приведите сюда, с собой возьмите хорошее настроение, позитив, любовь к нашим животным, ласку. Это основное. Но вкусняшки тоже мы приветствуем. И обращаем внимание, что жидкий корм нам в пакетиках в первую очередь необходим, потому что у нас много животных больных, старичков, у которых зубов нет, они сухой корм не смогут погрызти. Это первое. Второе, сухой корм мы сейчас заказываем специализированный для стерилизованных и кастрированных котов, чтобы потом не было проблем с мочекаменкой. Поэтому мы уж для населения это просим, приносите нам лучше жидкий корм. Можно в консервах, можно в пакетиках, паучи называется. Это вот самое необходимое для нас. Также можно, значит, субпродукты. Это, значит, печень легкая, сердце говяжье, не свиное. Мы свинины не кормим, потому что опять проблема будет возникать с печенью. Вот кости говяжьи для собак, для кошек еще можно головы куриные, свежемороженую рыбу, например, потасу, тоже у нас очень хорошо ее кушают. Животным в приюте стараются уделять много внимания. С кошками и собаками часто играют посетители. Мячики и искусственные мышки постоянно теряются, дразнилки на веревочках быстро выходят из строя. Поэтому игрушки также необходимы. Нужны и поводки для выгула собак. Основная такая у нас проблема с собаками. Многие собаки, их имеют свойство перегрызать. У нас сколько поводков уже без карабинчиков, без цеплялочек. Поэтому тоже полтора-два метра. Такие поводки у нас очень актуальны. Для работников у нас чистота, здоровье. Мы тут прибираемся постоянно целый день. С восьми до шести наши работники приводят в порядок наши клеточки, мисочки, лоточки. Это чтобы все было чисто. Можно моющие средства принести с хлор содержащим. Можно даже в таблеточках хлорактив. Тоже мы добавляем для пола. Можно просто беречь на бутылочках. Она не сильно дорогая такая. Как правило, в Центр помощи «Доброе сердце» поступают животные с различными заболеваниями. Ветеринарные препараты жизненно необходимы. Каждого четырехлапого нужно обработать от насекомых, промыть им глаза, нос и ушки от инфекций. Для здоровья наших питомцев мы постоянно ушки их проверяем, глазки обрабатываем, носики их соплевые закапываем. Для этого нам тоже требуются капельки ушные, капельки глазные, в основном цифровед, анандин. В нос тоже капельки, тоже анандин, когда если он сморкается, то можно сразу и в глаза, и в нос такие есть совмещенные капельки. Для обработки, чтобы у нас, особенно у вновь поступивших, и раз в три месяца мы обрабатываем от глистов, от блох. Это тоже вот такие вот геронет средства есть, блохнет есть. В общем, такие препараты разные есть. Животные много времени проводят в клетках и вольерах. Им надо больше гулять. Волонтеры стараются уделять внимание каждому подопечному, но времени катастрофически не хватает. А гости могут выгулить собак, поиграть с кошками. Животным очень не хватает ласки и доброты. Они готовы каждому подарить свою любовь и мурчание, как этот рыжий красавец. Такое внимание к нему, да как же, конечно. Прилипнет к рукам. Ну, сколько счастья, это все равно. Нужна в приюте и творческая помощь. А если, например, вы умеете хорошо фотографировать, снимки такие хорошие у вас получаются, мы приглашаем для сотрудничества, вот так тоже на добровольной основе, прийти, сделать фотосессию для наших питомцев. И потом эти фотографии будем использовать для пиара наших животных. Потому что качественная фотография – это большой успех, залог успеха. На содержание приюта тратится ежемесячно немало средств. Электричество, отопление, медикаменты, еда. Любой желающий может оказать и финансовую помощь. Поплата ветеринарных услуг в клинике – это тоже довольно большая статья расходов. У нас есть расчетный счет, у нас есть телефон-копилка. Это все можно у нас увидеть, когда на нашу группу заходите, в шапке нашей группы, вот сверху есть, там вся ссылочка есть. Есть у нас ящички благотворительные в основных таких магазинах, в аптеках. Тоже у нас там ссылочка есть, где можно эти ящички увидеть. И в магазин пошли, сдачу можно положить уже. Центр помощи животным постоянно проводит различные акции, как, например, День добра или сбор вторсырья. В любом мероприятии можно поучаствовать и стать помощником бездомных животных. Устюжане, которые занимаются творчеством или другой деятельностью, могут организовать и свою собственную акцию. Вы человек творческий, например, занимаетесь, кто-то там занимается, есть свои, значит, мастер-классы проводят по рисованию, по фитнесу. Можно просто вот объявить, вот сегодня у нас будет День добра. И вот все собранные за обучение средства можно перевести на счет нашего приюта. Можно в коллективе в своем организовать, вот, например, неделя добра объявляем, тоже сбор финансовой и материальной помощи с продуктами, питанием, что-то таким. Тоже нам нужно помочь вот этим в своем коллективе организовать. Сейчас вот уже и школьники спрашивают, когда можно вам классами прийти к нам. Мы всегда рады, вот такие уроки добра мы уже даже будем продолжать и впредь, или у нас здесь, или же в классы выезжать по просьбе руководителей классных. То есть это тоже у нас все приветствуется, потому что молодое поколение должно обучаться на добре. Любая помощь важна, материальная или моральная, животные всегда с благодарностью относятся к тем, кто готов подарить им хоть немного времени и внимания. Сделайте свой отдых и профессиональные будни максимально комфортными и безопасными. Магазин «Спецодежда» предлагает отличный выбор одежды, качественной спецобуви и средств индивидуальной защиты. Маскировочные костюмы для рыбалки, охоты и товары, которые сделают ваш отдых приятным и удобным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова